Санкт-Петербургский дом Любовь Сурудо Приветствуем! Любовь, добро пожаловать к нам в Дом книги. Поднимайтесь, пожалуйста, сюда, присаживайтесь. Мы очень рады вас видеть. Видите, как много народу пришло. Неожиданно. Вечер субботы такой насыщенный. Пожалуйста, присаживайтесь. Будем сегодня общаться о вашей книге. Сегодня мы презентуем книгу «Воспитывая счастливых людей». Наша встреча будет построена таким образом, что мы сначала будем вести диалог, а затем вы, наши гости, сможете задать свои вопросы. Поэтому можете их пока подготовить. Ну и в конце, конечно, можно будет подписать книги. Если вдруг вы поймете, что вам нужно взять книгу, не стесняйтесь, подойдите, пожалуйста, к этому столику. Возьмите, а то, может, на всех не хватить. Такое у нас бывает. Итак, «Воспитывая счастливых людей» — удивительно трогательная и теплая книга о воспитании и о том, как современной женщине избавиться от популярных в обществе стереотипов. И после прочтения книги возникает вопрос, а что так можно было? Вот, Любовь, хочется первый вопрос задать такой вам. Как создавалась эта книга? Если вы думаете, что я сейчас начну что-то говорить, то вы очень ошибаетесь. Потому что я смотрю сейчас и думаю, а что так можно было вообще? Ребята, это какой-то космос, вас так много! Можно уже реветь? Блин, спасибо вам огромное! Я в шоке. Так, еще раз, какой был вопрос? А как создавалась книга? Собственно, почему мы сегодня собрались поговорить о книге. Сколько вы ее писали и как она создавалась? Знаете, на удивление, книга создавалась очень легко и очень быстро. Несмотря на то, что очень долго я не приступала к ее написанию, потому что эффект, вот этот вот синдром самозванца, он очень сильно во мне, был во мне очень силен. И я целый месяц, когда мне пришло письмо от издательства, я целый месяц не отвечала, оно просто там лежало, я над ним плакала периодически. Ну, девчонки, мои подружки помнят, когда мне пришло письмо от АСТ, я просто рыдала и записывала им аудио. Да, мне написала АСТ, я мечтала написать книгу только с ним, потому что до этого мне писало несколько других издательств. Вот я так рыдала месяц, но не отвечала, потому что я боялась, ну, я не писатель, и вообще, почему я должна писать книгу, у меня ничего не получится, и ее никто не купит, и она никому не нужна. Но потом, когда все-таки это все прошло, и я подписала договор с издательством и начала ее писать, она написалась очень быстро, очень легко, стоило мне только сесть и начать писать, сразу там поток мыслей просто летел. Потом я там долго занималась чем-то другим, садилась, и там еще одна глава была готова. Короче, писалась книга легко, я реально кайфовала от процесса, у меня вообще не было ни одного момента вымученного, что, блин, надо писать книгу, все было очень круто. Любопытно, сколько у вас ушло времени на ее написание? Ну, примерно. Ну, мне кажется, что три месяца в целом. Примерно, да, так. Вопрос такой задам. Кому она адресована? Вот сегодня очень много людей пришло, я уверен, по адресу. А все-таки для кого вы ее писали? Ну, когда я ее писала, я думала, что я ее пишу для молодых мамочек. Но потом мне начали прилетать сообщения. Люба, у меня нет детей, но я купила твою книгу, я счастлива, я рыдаю, и это лучшая книга, что я прочитала в своей жизни. Потом таких сообщений пришло примерно 500, потом 1000, что у меня нет детей, но твоя книга – это просто кайф. Потом мне пришли такие сообщения. Люба, у меня уже двое внуков, но я читаю твою книгу, я дико кайфую, я просто счастлива. И, естественно, я рыдала над этими сообщениями, я была очень удивлена. Поэтому, в целом, мне кажется, эта книга, она поэтому и называется «Не воспитывай счастливых детей», а «Воспитывай счастливых людей». Она вообще для всех. Вот. Спасибо. Вот все мы и собрались, чтобы узнать немножко больше об этой книге. Вопрос такой, как вырваться из страны советов и перестать ориентироваться на чужое мнение? Хороший вопрос. Кстати, мне неделю назад отправляли список вопросов, но я так ни разу не открыла, потому что я вообще не умею ни к чему готовиться. Вот просто отсутствие логики и спонтанность – мой конек, короче. Так. Как вырваться из страны советов? Знаете, мне кажется, лучший способ вырваться из страны советов – это просто полюбить себя. Просто начать уважать себя. Когда ты уважаешь себя, когда ты себя любишь, вокруг тебя формируется определенная невидимая граница. Ну, для кого-то видимая, для кого-то еще невидимая. И большинство людей… Ну, я очень смутно представляю ситуацию, чтобы люди вокруг меня начали лезть и давать мне советы. По крайней мере, люди, с которыми я общаюсь, потому что они прекрасно понимают, что мне это не нужно, что мне достаточно своего мнения и, более того, мне достаточно своих ошибок. Я готова ошибаться, я этого не боюсь. Окей, пусть я… Да ты мой сладкий, ты… Пусть я делаю что-то не так. Номер один голос. Вот. Поэтому любовь к себе, поиск ресурсного состояния, когда ты не сомневаешься, когда ты не загнан, когда ты не нервничаешь, когда ты себя любишь и тебе комфортно, то сторона советов, она от тебя отстает. Сама. Следующий вопрос такой. Как научиться наслаждаться материнством и начать воспринимать его как дар, а не как повод для стресса? На самом деле, мне кажется, все в жизни, не только материнство, а вообще любые жизненные ситуации можно воспринимать как повод для стресса. Либо перестать это делать и воспринимать это как дар, как свою жизнь и как повод кайфовать right here, right now, знаете. Вот. Поэтому не нужно постоянно циклиться. Это как в книге, да, там есть два лагеря ждунов. Одни ждут, что вот-вот сейчас станет лучше, а другие ждут, что, блин, потом вообще будет полный капец. Окей, как бы что делать вообще? Цель существования, закончить свою жизнь, и тогда всем станет легче. Ну, вряд ли, это главная цель. Поэтому улыбаемся и машем, кайфуем. Все, что происходит с нами здесь, сейчас, это безусловно прекрасно, особенно все, что происходит здесь, сейчас. Вот. Все классно. Пока наша жизнь у нас есть, это уже чистый кайф. Перехожу на конкретные вопросы. Где находятся границы дозволенного? И что можно разрешать ребенку? А что нельзя? Границы дозволенного находятся, в первую очередь, в нашей голове, а во вторую очередь, в уголовном кодексе Российской Федерации, наверное. Вот. Я считаю, что ребенку можно разрешать в целом все, если это не мешает людям посторонним, если это не мешает кому-то вокруг вас. Ну, вот, например, у меня есть такой ребенок один в наличии, который вообще всегда говорит, это, ну, например, вот Дашулечка, да, у нас, она очень любит вообще ходить раздета, она вообще не признает какие-то лишние детали на своем прекрасном, идеальном теле. И когда мы говорим, и Даша, оденься, пожалуйста, она говорит, это мое тело, и я сама решаю, что на него надевать. И в целом не поспоришь. Вот. Но понятно, что если мы там находимся в мусульманской стране, и это общественное место, конечно же, так делать нельзя. Окей, дома ты можешь ходить голая, здесь как бы так просто невозможно. Но есть такие темы, когда, мне кажется, все в этом зале это знают, когда Даша, у нее был такой период, это еще связано, безусловно, с развитием детей, с формированием их психики и так далее. И когда Даша была маленькая, у нее был просто очень резкий скачок развития и очень печальное состояние нервное. Вот. И она вообще не хотела ни одеваться, ни обываться, и она ходила раздетно. То есть она ходила в одном памперсе зимой на улицу. Ну окей, иди. Ну то есть можно так разрешать делать? Наверное, кто-то скажет, что нет. Ну типа кто-то скажет, что ты так делать не должен, и так делать нельзя. Ну почему нельзя? Пусть идет. Она вышла пару раз. Она, конечно же, с абсолютным покерфейсом говорила, мне не холодно. Она была в таких мурашах больше, чем ее голова. Вот. Но больше она так делать не захотела. Окей, она получила свой опыт. Почему нет? Да вообще ради бога. Поэтому границы дозволенного, безусловно, в нашей голове, надо перед тем, как на автомате, мы часто говорим детям, нет, так нельзя. Надо подумать, а почему нельзя? Ну почему нельзя? Потому что так нам проще. Конечно, нам проще. Ребенок идет одетый, и все прекрасно. Так, когда он идет голый, да, и консьержка уже набирает там органы опеки, так немножечко сложнее. Но почему нет? Окей, пусть она получает свой опыт, идет раздетая, пусть, пусть. Это ее дело. Поэтому, конечно, не нужно нарушать границы других людей, но получать опыт, я считаю, это прекрасно даже таким дурацким образом. Вот. Спасибо. Следующий вопрос такой. Какие стереотипы отравляют большинству женщин в период материнства? Я бы, кстати, с удовольствием спросила у зала. Я вообще считаю, что самый главный дурацкий стереотип, это что ты кому-то что-то должен. Вот мы всегда что-то кому-то должны, и наши дети при этом должны еще сильнее, должны быть умнее ребенка тети Клавы, который уже пошел, а твой нет, а уже должен. Должны всем врачам в поликлинике поднимать статистику и уже там быть вот по каким-то там графикам 150-летней давности, чтобы не нарушать, и там у всех были хорошие зарплаты, я не знаю. Мы постоянно что-то кому-то должны, но по факту, это мы так думаем, опять же, это дурацкий стереотип, но мы никому ничего, ребят, не должны, я считаю. Мы должны только себе быть счастливыми, мы сами у себя одни, и мы должны думать о себе, опять же, безусловно, не нарушая ничьего счастья, но должны мы только себе, должны думать о себе и быть счастливыми. Все, я считаю, пожалуй, это единственное, что мы должны. Вопрос такой, как избавиться от мысли, что ты плохая мать? Ну вдруг, если они такие возникают. Ну, знаете, не буду кривить душой, я уверена, что эта мысль, она появляется абсолютно у каждой мамы постоянно. Лучший способ, конечно, от нее избавиться, просто не начинать так думать, но это практически невозможно. И мне кажется, что самая действующая таблетка на этот счет просто разрешить себе иногда быть плохой. Ну, все мы иногда ошибаемся, все мы иногда делаем кому-то неприятно. даже водитель за рулем может кого-то подрезать и особо без какой-то задней мысли создать какую-то дурацкую ситуацию, у всех вокруг стресс и так далее. Так бывает. Иногда мы можем быть как бы неидеальными, но мы должны разрешить себе такими быть. Это нормально. Иногда я не в ресурсе, иногда я злюсь, иногда я могу сказать что-то грубое, иногда я делаю то, что не нравится моим детям, и да, я при этом неидеальная или какая-то не такая мать, но в то же время я все равно их мать, и в первую очередь я человек. И мне еще кажется, что очень важно в моменты, когда ты не так хорош или когда ты ошибаешься, уметь это признавать и просто извиниться, уметь извиниться перед ребенком. Вот знаете, у меня в книге есть момент, я очень хорошо его помню, мне 32 года, или 33, 32 года. Я была маленькая, я даже не ходила еще в школу. Ну могли сказать там, тебе 18, блин, подружки, спасибо. Вот. И я очень помню момент, когда папа, вот, кстати, мой папа, он меня за что-то отругал, там какая-то была ситуация, и через 2 минуты вернулся и сказал, слушай, прости, пожалуйста, извини меня, я был неправ. И вот, ну, в моей жизни было много прекрасных ситуаций, и папа вообще у меня просто шедевральный человек, но именно вот эта ситуация до сих пор, я помню комнату, я помню, где была я, где был он, она настолько круто врезалась мне в голову, что даже взрослый человек, да, очень часто детям говорят, да ты еще никто, вот подрастешь, и там потом мы с тобой поговорим, алё, камон, как бы сейчас мне что делать, просто зашить себе рот. Тогда я реально поняла, что я тоже человек, и мой взрослый тоже может ошибаться, и он не ходит, как многие часто, типа, накосячили, и такие с покерфейсом, типа, ничего не произошло, дальше там, ничего не замечает. Он просто передо мной извинился и признал, что он был неправ. Вот это просто был мне шикарный урок, и когда я не права, когда я, там, не знаю, бываю риска, или что-то делаю не так, я абсолютно спокойно могу извиниться перед своими детьми. Детьми такое-такое-такое-то тут, Дашка. Вот, могу сказать, блин, прости, пожалуйста, я сейчас была не права, прости, пожалуйста, я очень была расстроена. Опять же, эти же ситуации, про которые мне очень часто пишут девочки, что вот мой ребенок там чуть не выбежал на дорогу, я за него так испугалась, отлупила его по первое число, и она все поняла. В этих ситуациях мне тоже кажется, правильнее продемонстрировать свои настоящие чувства, не отлупить, не подавить, а просто расплакаться. Что произошло? Ты испугалась. Так покажи, что ты испугалась. Зачем ты хреначишь своего малыша в этот момент? Где здесь вообще какой-то урок? Проще показать, что ты реально испугалась. И мне кажется, что искренние эмоции и чувства, они приносят больший урок, и они реально обезоруживают часто людей в конфликтах. Мы очень часто там, когда ссоримся с кем-то, пытаемся доказать свою правду и вообще свое мнение сказать какими-то уколами, какими-то обидами. Но самый лучший путь – это сказать ртом и сказать честно, не типа ты козел, а типа мне сейчас было очень больно. И не вот этот вот «я такая вся крутая, я хочу тебя унизить», это вообще не решит ничего, а сказать «слушай, мне сейчас было очень обидно, мне это очень неприятно, мне очень больно». Вот это все раскрывает дурацкие маски, с нас снимает и помогает решить любую ситуацию. Поэтому когда опять же с детьми или когда прекрасные люди не одеваются, истерят, я никогда в жизни, хотя вот это у нас с одеждой, это просто, что у Ксении были всю жизнь неудобные колготки, я думала, что это полный финиш. Потом родилась Даша, поняла, что к финише мы еще только близимся. Вот, и я никогда их не одевала сил, мы могли пять дней не выходить из дома гулять, я плакала, но я показывала, что да, тут я бессильна. Ну, смысл вот начинать устраивать какие-то адские ады, да, решения этой ситуации нет. Я плакала и признавала, что здесь я ничего не могу сделать. Вот как-то так. Существует ли, на ваш взгляд, идеальная мать? Есть ли такое понятие? Я считаю, что любая мать, она идеальна и прекрасна. И даже когда она не идеальна, она все равно идеальна, если она действует по своему сердцу, если она разрешает себе быть не идеальной. Если она любит своего ребенка, я уверена, что в 99% не берем какие-то совсем из ряда вон выходящие ситуации, это так. Она всегда идеальна, и она всегда прекрасна. Она не должна всегда быть каким-то роботом, она может уставать, она может ругаться, главное не переходить каких-то совсем границ. Но я считаю, что все мамы идеальны. Посмотрите, какие классные девчонки у нас тут сидят. Все они просто лучшие. Мама для своего ребенка. Еще вопрос такой. Воспитывая счастливых людей, какую роль в воспитании должен играть отец? Абсолютно такой же, как и мама. Если отец не играет с первых дней такую же роль в воспитании, если он боится менять памперсы, если он боится подходить, если он спит в отдельной комнате, потому что ему с утра на работу, а ребенок орет, то есть мама встает в 5 утра, всю ночь не спавший, и ей тоже на работу вот это вот все мыть, стирать, убирать. И это похлеще, я вам скажу, потому что ответственность, которую несет мама, находясь 24 часа на 7 с ребенком, она просто колоссальная. На работе у тебя ответственность абсолютно другая. Здесь это просто очень мощное. Ты ко мне хочешь прийти? Коска, ну не стесняйся, ну чего ты? Ну иди сюда. Ксенечек, бегите ко мне. Иди. Ты мой любимый. Привет, мой родной. Друзья, поприветствуем нового гостя. Она не могла появиться иначе. Добро пожаловать к нам. Смотрите, как у нас здесь интересно. Я забыла, о чем я говорила. О том, что да, отец должен, короче, принимать 100% участие в жизни ребенка. А почему вообще нет? Я вообще не понимаю, откуда такие вопросы. И почему два человека зачали третьего, и кто-то там должен что-то не делать, а второй делать. Кто-то спит, а кто-то не спит вообще. Нет, не понимаю. У нас всегда Мишка, вообще на самом деле, Мишка хотел ребенка. Даша, меня никто не слышит, мне кажется, теперь. Мне кажется, что... Ну, мне не кажется, а Мишка захотел детей до того, как их захотела я. Я еще такая, ля-ля-ля, там, что, где мы поженились, не поженились, что, ничего не понимаю. Потеряла свидетельство о браке уже 10 раз. А он такой, типа, что, я очень хочу детей. У него уже на тот момент был один крестный ребенок, и он очень круто управлялся с детьми. Я прям смотрела, думала, господи, вообще, это реально что-то такое. И когда родилась Ксения, Миша приехал в роддом, и я говорю, я вообще не понимаю, какие там памперсы, я ее боюсь трогать. И Миша такой, что-то раз, ее за ногу поднял, что-то помыл. Я говорю, я там ее только салфетками протираю, я вообще ей в руки боюсь взять, там куда-то мыть, нести. Он что-то понес, в раковине помыли. Я думаю, вау, ребята, хорошо идем. Вот, и поэтому у меня даже не было каких-то вопросов, и, естественно, все было круто, все было вместе. Я писала в книге о том, как были моменты, когда я просто без сил, в 18.01 стояла у двери, ждала Михаила, особенно когда вот родилась Даша, их было двое, Ксения не ходила в садик. Абсолютно разные режимы, абсолютный дурдом, никто не спит, все ревут. И просто в 6 я ждала Мишу, и, не дай бог, он там вот это вот писал, вот эти любимые сообщения. Я уже выхожу через 20 минут. Я выхожу через 5 минут. Через 20 минут уже сажусь в машину. Я говорю, я уже собираю тебе чемодан. Вот, да, и вот это любимое. Зашел, я забыл в машине документы, я сейчас вернусь. С тапешечки никаких вернусь. Да, я все принесу, послезавтра я пошла. Вот, и я реально, и он меня очень хорошо понимал, он видел, видимо, это на моем лице, когда он приходил, я вручала ему детей, говорила, я пошла. Он говорил, куда? Я говорю, я не знаю. Он говорит, я все понял, сходи в кино, скушай мороженого, там, через раньше трех часов вообще не возвращайся. Ну, блин, это обычное поведение человека, который тебя уважает и который тебя любит. Вообще никаких вопросов, какую роль он принимает в жизни, который любит своих детей, какую роль он может принимать. Конечно, стопроцентную, да? Папулечка-красотулечка. Это было примерно первое, что сказала Ксения, когда начала говорить нормальными фразами. Папулечка-красотулечка. Спасибо, мама. Кто у вас? Иди ко мне тоже, Котя. Ну иди, мой любимый. Нам вас не хватает. Нам не хватает тебя, ты такой красивый, с этими ушками. Ну иди. Ну ладно, не хочешь, не иди. Ничего, ничего. Скоро появится, я уверен тоже. Даша, вам у нас нравится? Скажите, пожалуйста. Тебе хорошо тут? Да, ну конечно, все смотрят. Дорогие друзья, сейчас хочется отметить, что у нас такой большой ажиотаж и поблагодарить за то, что все сегодня пришли к нам в гости. Если вы уже готовы, то можем вступить в диалог и начать задавать ваши вопросы к Любови. Я для этого специально возьму микрофон и попрошу всех озвучивать, задавать вопросы в этот микрофон. Потому что мы записываем звук, все хочется услышать потом на записи. Пожалуйста, у кого есть вопрос, можно уже начать беседу. Сегодня у нас в гостях Любовь Сурудо. Пожалуйста. А, у вас, я понял. Ну что? А, вижу, вижу. Пожалуйста. Добрый вечер. Подскажите, а ваша мама тоже так же относилась к вам, когда вы были маленькая? А что значит точно так же? Ну, так же все вам разрешала? Надевала колготки? Да, я думаю, что да. Про колготки, честно, я не помню. Можно спросить у мамы. Знаете, безусловно, мои родители были в рамках каких-то советского общества. И Дашка, ты сейчас меня оголишь. Вот. Но мне было разрешено быть собой, это первое. И мне кажется, самое главное, что мне было разрешено ошибаться. Мама всегда говорила, Люба, чего бы там ни было, ты всегда можешь прийти к нам. Спасибо, Даша. Ты всегда можешь прийти к нам, и мы всегда тебя поддержим. И знаете, сейчас расскажу такую историю. Короче, когда я жила в Новосибирске, у меня была соседка. Ну как, соседка по квартире не вместе со мной жила, а в соседней квартире. Она была очень странная женщина. У нее не было мужа, не знаю в силу чего еще. Она была, она постоянно отчетно меня наезжала. Она говорила, она мне стучала в дверь, типа, выключи музыку, у вас тут тусовки. Я там сплю такая, типа, здравствуйте. Она звонила моим родителям, что у Любы там шабаш и 50 мужиков, а я в это время в Ленинске у родителей вообще. Ну, короче, она постоянно какие-то истории придумывала. И фишка в том, что когда это началось, вот ее гонение на меня, мама сразу мне сказала, Люба, мы как бы верим тебе. Они всегда были готовы выслушать две стороны. И нет такого, что, типа, там, не знаю, директор в школе, помню, там у нас была какая-то заваруха, на меня наезжали. И мама всегда готова была выслушать сначала меня, а не вот это взрослое, что на тебя накричал другой взрослый, ты сразу на ребенка, ага, почему тут меня вроде как из-за тебя пушат. Она всегда, всегда слушала меня, уважала мое мнение и всегда за меня была горой. И когда что-то было не так, когда там у меня были какие-то любови там очень грустные, она всегда меня принимала, утешала, я говорю, все окей, там, все хорошо. Короче, вот это очень крутое чувство, когда что бы с тобой ни случилось, как бы ты ни ошибся, ты всегда можешь прийти в семью. И вот это, так, у нас новый образ, а-а-а, это прекрасно, но позже. Да, Шулечка, позже, ладно? Мне сжимает черепную мою коробку. Это мое тело, и я сама решаю, что я на него надену. Как считаешь? Подходит такой ответ? Да, как сказала. Даш, ты меня сбила с мысли. Абсолютно. Что такая коза? Даш, это же Ксения, ну почему ты с Ксени сняла вообще? Я, короче, про что я говорила? Я сбилась. В общем, а, вот это ощущение тыла за своей спиной я очень хочу подарить своим детям. В данный момент дарю как раз. Я всегда знала, когда я уезжала в Новосибирск, что если что-то случится, я могу вернуться домой. Когда я просто ни с того, ни с сего переехала в Петербург одна с кошкой, я всегда знала, что если у меня что-то не получится, мне не скажут, типа, фу, ты там, неудачница. Я всегда знала, что я могу вернуться к своим родителям, меня всегда поймут и, короче, примут. И вот это очень крутая, крутой тыл, который идет со мной по жизни, и он, безусловно, дает мне огромную уверенность в себе. Вот. Что вы помните с детства, что вам запрещали? Есть ложка варенья? Ой, вот это вообще мне ничего не запрещали. Я ничего не ела лук, мама вечно выковыривала отовсюду лук. И, конечно, были истории, типа, да нет, там лука просто на ложки попалось. Так, есть ложка варенья, не знаю, мам, я ела ложкой варенья? Да я вообще ела, все это шоколадное масло, помню, было раньше. Я его ела, мне там его нарезали. Сникерсы, коробками, да, у меня у мамы продуктовый магазин, и, я не знаю, это можно рассказывать? Короче, когда выходил срок годности... Сорян. Ну, типа, типа за сутки там уже, да, нельзя это выставлять. Естественно, там еще 150 лет абсолютно в нормальной кондиции. Мама снимала с продажи и приносила коробку сникерсов, и я просто это ела, коробку чупа-чупсов. Что такое? Даша, ну я не хочу, я попозже одену, пожалуйста, ладно? Но я сейчас не хочу. Мне сейчас придется с тобой подраться, и вся моя книга просто будет вообще ни о чем. Ты сейчас упадешь. Вот. Я не знаю, мам, что вы мне запрещали такое, что прям запрещали? Я реально не знаю. У меня было вообще прекрасное детство, наполненное мы... Проплаченный зритель. У меня такой папа очень активный. Мы зимой катались на лыжах, на санках. У меня были такие санки-аргамак с рулем. Он их к машине прицеплял, катал их по деревне. Ну, то есть не на проезжей части, а вот внутри там между домиками. Однажды он прицепил нас на даче, там жила собака большая. Прицепил к собаке. Она побежала, повернула ровно, а я повернула в столб на этих санках. Все было очень круто, мы без конца ездили плавать на озера. Мы с папой переплывали реки, я была маленькая, там плавала уже просто как дельфин. Мы ныряли с каких-то мостов, там стояли взрослые мужики и говорили, а вот этот человек сейчас что будет плавать? Я там вниз летела. Я вообще такая была сорви головам. Ну, в целом я все хотела, я была очень активная. И благо мои родители позвали. Кот, спасибо. Скажи, что тебе? Вот, поэтому мне даже не то, что ничего не запрещали, у меня вся моя энергия всегда куда-то расходовалась. Ты уйдешь, я сниму, хорошо? Когда придешь, снова наденешь. Моя энергия постоянно куда-то расходовалась. Родители всегда придумывали вообще какие-то кайфушные занятия. Однажды, помню, была такая ситуация, мы с подружками вот там же на даче, там было такое болото зимой. И мы там с девчонками шарились, и я провалилась. Даш, аккуратно. И я провалилась в это болото, в шубе, вот такие раньше у всех были такие мощнейшие шубы. Я ушла под лед, меня там подружки вытащили. Я пришла к подружкиной маме, к тетле и не малявке, с Кристинкой мы были. Все, спасибо. Вот, и я даже ни секунды не переживала, что меня наругать. Я просто думала, блин, как я поеду в этой мокрой шубе, какая-то фигня. Приехал папа такой, ну здравствуйте, спасибо, пожалуйста, с вещами на выход. Честно, даже, ну нет, не могу представить, не могу вспомнить даже, что мне что-то запрещали. Вообще все классно было. Спасибо большое за вопрос. Напоминаю, пользуясь случаем, что книги находятся здесь. Дорогие друзья, в конце, кто захочет их подписать, можно взять здесь. А мы, пожалуйста, следующий вопрос от вас. Добрый вечер. Привет. Прошу прощения, меня с вопросами не очень. Я просто хотела сказать спасибо, потому что я подписалась на вас, Люба, наверное, года три назад. В тот момент я только забеременела, и когда, ну, предварительно, я загадала себе очень активную девочку. Я подумала, что я вот прям готова к тому, чтобы у меня был... Ничего себе ты. Я просто думала, что я, это как бы верх активности. Я подумала, что если со мной будет ребенок на одной волне, то просто моя жизнь заиграет новыми красками. Да-да. Потом я подписалась на вас и подумала, интересно, а активно это вот... Такая, как Даша? Как Даша. Сразу перезагадала. У меня Дарина, она тоже крещеная, как Даша, но вот я подумала, что, ну, нет, ну, как бы, я точно справлюсь. Блин, я... Не горячитесь, я загадываю теперь спокойного мальчика, поэтому, ну, его не надо, правда. Ну, в общем, спасибо вам за вас. Спасибо. Потому что именно вы сделали мое материнство, ну, наверное, гораздо лучше, гораздо легче моего очень ответственного мужа, прекрасным отцом, еще более ответственным и еще более лучшим, чем он был. Я еще хотела вот эту вот кучу было вопросов. Просто я хотела прервать и сказать, давайте поаплодируем вашим родителям, Люба. Давайте, давайте, конечно. Просто огромное спасибо. И вообще, именно Любиной маме хотела сказать, что вообще это очень несправедливо. Вы в жизни выглядите в миллион раз еще лучше, чем в Инстаграм. Это вообще какая-то несправедливая фигня происходит в вашей семье и вообще. Это еще бабушка не прилетела. Да, если дотронуться, оно как-то вот эта молодость, она как-то... Конечно, конечно, потрогайте. То есть, в принципе, если Дашу потрогать, то становишься спокойнее, равновешеннее, да? Лучше не трогать. Не подходи, убьет, да. Вот, в общем, вам спасибо за вебинар, за книгу, за вас, за ваш блог. Пожалуйста, не бросайте это, потому что я уверена, что не только я заказываю активных девочек. Просто в тот момент мы не знаем, на что подписываемся. Спасибо вам большое. Ой, не знаете, спасибо огромное. Спасибо большое. Вот туда передайте, пожалуйста, там был вопрос. Здравствуйте, Люба. Здравствуйте. Спасибо вам тоже за ваш блог, за вас. И у меня такой, первый раз в жизни вопрос задаю, но личный немножко. Расскажите, о чем вы мечтаете? Какой классный вопрос. Знаете, если прям немножечко не о высоком, а о низменном, я мечтаю о продолжении наших путешествий. Потому что я такой человек, несмотря на то, что в путешествиях мы тратим очень много сил с детьми, это бесконечный вынос мозга, но это мой очень большой ресурс. Я это поняла, вот это все планирование, вот эти все поездки, это очень круто. И друзья, мои друзья, встречи, даже мимолетные, даже там просто в нереальном режиме, это просто огромный ресурс. И я мечтаю, чтобы вокруг меня всегда были вот эти прекрасные люди, чтобы вокруг меня всегда были мои крутые подписчики, потому что та энергия, которая идет... Мне всегда пишут, когда я отвечаю, знаете, мне иногда в директ задают вопрос какой-то, и он такой большой, что я не могу писать. Я обычно на светофорах там это все разбираю. И я записываю аудио. И всегда, это правда ты? Блин, да я не понимаю, как можно не читать эти сообщения. Это такой драйв, это такой космос. Я реально мечтаю о том, чтобы в моей жизни все люди, которые сейчас есть, они были, оставались, и мы заряжали друг друга такой офигенной энергией. Ну и да, путешествия это то, что сейчас недоступно и очень-очень хочется, потому что, не знаю, для меня это просто космос. Вот это все новое, вот эти детские глаза, которые вот такие вот, мама верблюд, или там... Ксюша вообще меня удивила, представляете, когда я прыгала вот с парашютом несколько дней назад, я приземлилась, и первое, что она сказала, мама, я тоже хочу с парашютом прыгать. Я просто, Ксенечка, конечно, нет. Все. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. Пожалуйста, вот туда передайте микрофон. Люба, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, вот какие самые, наверное, три действенных способа для тебя вот из нересурса выйти вот в такой вот ресурс, чтобы была такая вся заряженная, энергичная? Ну вот опять же, да, я об этом только что говорила, встреча с друзьями, это просто огромный мой ресурс, я обожаю своих девчонок, это уже тема 18+. Ну да, ходить с девчонками в караоке, ходить все вместе куда-то, с семьями ездить за город, когда мы едем за город с друзьями, и там 18 взрослых и 156 детей, которых мы все как-то нарожали, и творится нереальное вакханалие, боже, я просто это все обожаю. Но опять же, может быть, потому что я сильно не парюсь, и там все, что творится, вообще, окей, я там не переживаю, что дети целый день едят одни макароны с сосисками, да пусть едят, ради бога, вообще, еще там готовить им первый, второй, третий компот. Вот от всех этих ситуаций, что ты там, готовила, что ли, что-то? Да, с нами всегда есть какие-то более ответственные люди, чем я. Вот, короче, друзья, это мой огромный ресурс путеше... Путешествие – это мой огромный ресурс, просто выезд хотя бы куда-то за город. Ну, и вот опять же мой блог. Это когда я думаю, что, блин, там вышло какое-то обновление Инстаграм, и вообще пост никто не лайкает, и никто ничего не пишет, и потом я открываю дирекцию, там просто миллион сообщений, вот, как вы говорите, Люба, благодаря тебе, там вообще мои отношения с детьми изменились, Люба, благодаря тебе. И я просто понимаю, что, блин, капец, это все не зря. Это, знаете, как было с вебинаром, как все, так же, как и с книгой, все пошло немножко не от меня. После каких-то там очередных моих постов вы писали, Люба, пожалуйста, сделай какой-то вебинар, все твои мысли должны пойти куда-то. Люба, сделай вебинар, 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 вебинар. И я думаю, конечно, какой вебинар, где я, где вебинар, я вообще кто, я никто. И тут мне Миша говорит, почему тебе в комментариях пишут про какой-то вебинар, а ты ничего не делаешь. Я говорю, Миша, ты что вообще угораешь, какой вебинар, я не могу, я не, нет, он никому будет не нужен. И Миша сказал, окей, сделай его просто для меня, вот я считаю, что я просто хочу, чтобы ты его создала, даже если он никому не нужен. Я такая, так, ладно, день подумала, говорю, Миша, я узнала, чтобы сделать вебинар, надо вот там платформу, надо вот такую сумму денег. Миша говорит, ага, вообще классная отмазка, я тебя перевел, давай делай. И когда, естественно, там я писала этот вебинар, я все там вот это писала на листочках, я помню, мы летели на Гавайи, я в самолете, 13 часов, все эти темы. И когда надо было писать пост, что все, я вебинар написала, и открываются продажи, я не знаю, я 17 раз вспотела, я похудела на 150 килограмм. Я так нервничала, думала, просто мне все напишут, Люб, какой мы у тебя будем покупать вебинар, ты вообще кто, простите. Ну, кстати, было два человека в комментариях, которых было там 10 тысяч, которые написали, типа, ты вообще кто. Вот, но его начали покупать, и когда вебинар там купило уже тысячи человек, я подумала, что, ребят, камон, вообще, это что, серьезно? И так же было с книгой. А, и когда было вебинара, я помню этот момент очень хорошо, прошла первая часть вебинара, окно, которое чат, я его убрала с экрана, чтобы не читать, не отвлекаться, и потом говорю, ребят, давайте, сейчас будет перерыв небольшой, там, отдышаться, сходить в туалет, кому надо, и я сижу и поднимаю это окно. О, и там столько сообщений, Люба, я реву, Люба, там, я вот это помню, сообщение, Люба, нам послал тебе Бог, спасибо, что ты, я, естественно, сижу, вся реву на этом вебинаре, и в такие моменты ты заряжаешься такой офигенной энергией, ты понимаешь, что даже если один человек тебе такое написал, твоя жизнь просто не зря. Если это написал тысяча людей, это просто космос. И потом так же началось с книгой, вы писали в комментариях, Люба, напиши книгу, Люба, напиши книгу. И мне написало издательство, мы видим, что, как бы, в вашей аудитории интересно написание книги. Короче, мне все уже тыкнули, я такая, о, книга, какая книга вышла. Вот, и, конечно же, когда она вышла, и просто я пишу, книга появилась на Валберрис через 5 минут, Люба, книги на Валберрис уже нет, книга появилась на Озон через 5 минут, Люба, какой Озон, там уже нет книги. И вот эти отметки, их так много, они приходят до сих пор. Я первое время что-то репостила, скринила, потом я просто начала молча радовать над этим всем. И опять же, это очень крутой ресурс, и это просто, я не знаю, вот в эти моменты я понимаю, что действительно живу не зря, и это очень круто. И спасибо огромное вам, все это происходит в моей жизни только благодаря вам. Спасибо. И еще маленький вопросик, любимое занятие, это да, наедине с самой собой. Кушать кросса. Ну, знаете, в целом вообще я очень люблю, мне комфортно наедине с собой, с собой, и у меня даже есть такие моменты, я заметила, когда у меня очень загруженный день, я где-то мотаюсь, куда-то езжу, и у меня есть, например, свободный час, я прям люблю приехать домой, даже если мне не очень удобно туда ехать, и вот сесть дома одной, и у меня прям такое обновление какое-то происходит, перезагрузка, и классно. Я вам налью кофе, я подключу на ютюбе какое-то интересное интервью. Невозможно. Включу какое-то интервью на ютюбе, скушаю какую-то вкусняшку, и мне прям классно. Я люблю быть наедине с собой, мне прям хорошо. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Пожалуйста, кто там есть еще? Вы хотите? Спасибо. Передайте, пожалуйста, вперед микрофон. Не то чтобы вопрос, мы просто приехали очень издалека, мы бы хотели. Ну, мы по области, не то чтобы там совсем далеко. Ну, блин, вы сегодня специально приехали сюда? Да. Вот, поэтому мы бы хотели подарить цветочки и убегать, потому что очень далеко добираться, если можно, не по плану. Да, конечно, давайте. Спасибо большое. Все можно, а все можно, не по плану. Спасибо вам. Можно? Можно. Ты сомневаешься? Я не могу забирать. Хочешь тебе водички? Кто ты и почему я должна давать тебе цветы? Ты мой сладкий. Спасибо тебе огромное. Ты такая красивая. Спасибо, спасибо, что вы приехали. Спасибо. Спасибо вам большое. Друзья, продолжаем беседовать. Вот на эту сторону. Можно я постою? Как вам удобно, пожалуйста. Спасибо. Люба, привет. Привет. Я как раз из тех слушательниц, у которых нету пока ни детей, ни мужа. И, в общем, я занимаюсь активно своей карьерой. Пока я не попала в твой блог и не поняла, что это просто потрясающий пример, который хочется видеть перед глазами. И раньше я мечтала о девочке и мальчике, теперь я мечтаю о девочке и девочке. И спасибо тебе огромное за это. У меня вопрос такой. Был ли какой-то момент, когда ты вдруг осознала, что вот тысячи тысяч людей слушают тебя, и не случилось ли какого-то страха перед этой ответственностью? Вообще, это да, это было по нарастающей. Блог рос, и когда я из каких-то смешных рассказов о том, что у нас что-то произошло, начала иногда затрагивать какие-то более серьезные темы, я начала получать какой-то фидбэк. И вот тогда я поняла, что реально люди реагируют, что кому-то что-то помогает. Кто-то, наоборот, очень сильно шел в сопротивлении, писал, что это все чуша, которую вы несете. И, кстати, вот именно обратные сообщения о том, что это чушь, а другое сообщение, что слава тебе, Господи, что вы это написали, я в тот момент поняла, что действительно людей очень много. Я могу кому-то нравиться и кому-то не нравиться, и это выбор каждого, и я вообще не хочу никому нравиться. Знаете, у меня в блоге нету, никогда не было таких типа, а что вам нравится в моем блоге, о чем бы вы хотели, чтобы я написала? Камон, это мой блог, я буду писать только то, о чем я хочу писать. Если вам не нравится, ну как бы окей, я не должна вам нравиться, да, как говорится, я не статдолларовая купюра. Вот, я всегда писала только о том, что я хочу. Мне не важно, зайдет это, это какая-то там живая тема, да, там все гонят вечно политические посты, когда там что-то очень на острие атаки или еще что-то. Я всегда писала только то, что я хочу, получала фидбэк, и в какой-то момент у меня был такой страх, очень много было сообщений, тогда еще была не настолько стабильна, мне кажется, как сейчас, очень много сообщений о том, что вы несете это в массы, это неправильно, что-то там траля-ля, но очень вовремя и, наверное, не зря тогда в моей жизни случился специалист по психосоматике Илья Азаренок. И я очень помню, когда я была у него на терапии, он говорит, мы что-то разговаривали про ответственность, про вот это мое желание, ну, оно вообще у всех, мне кажется, есть, болезненное желание контролировать все. То есть я там, я очень боялась за своих детей, куда-то их отпускать, что-то вот я должна всегда быть рядом. И он говорит, ну, Люб, камон, ты в этой жизни, кроме, ну, в целом себя и то не сильно, вообще ничего не контролируешь. Вот там рекатики, ну, сделай, чтобы она в другую сторону текла. Ты отвечаешь только за себя, ты даже за своих детей отвечаешь, какой-то очень маленький отрезок времени, даже когда они маленькие, уже ответственность лежит на них. Я говорю, да нет, Илья, ты что, гонишь, что ли? Я отвечаю много за кого. Он говорит, ну, за кого? Я говорю, ну, вот за себя, за мужа, за родителей, за детей, за 400 тысяч подписчиков. Он такой, типа, что тут не тяжело тебе? И вот в общении с ним он очень круто меня проработал, сказал, Люб, ты как бы это прекращай. Люди, которые тебя читают, у каждого взрослого человека должен быть свой фильтр. Если его нету, как бы, сорян, но это не твое дело. И я говорю, нет, мое. Мы с ним долго очень спорили, мы с Ильей любим поспорить. Вот, но он говорит, это не твое. Кто-то тебя прочитал и сделал так, и даже если он ошибся или сделал что-то неправильно, это его зона ответственности. Не бери на себя так много, все, что ты несешь. Даже если ты возьмешь и напишешь в блоге реально, что я прыгнула с 50 этажа, и мне очень понравилось, кто пойдет прыгать, это все равно только его ответственность. Не бери. И с тех пор мне, на самом деле, стало очень легче после этой терапии с ним. И потом я реально стала абсолютно устойчива к этим сообщениям. Типа, вы вот такое пишете, а сейчас кто-то пойдет, и окей, пусть идет. Вот все эти темы, когда люди пытаются переложить на меня ответственность за что-то, кто там поймет что-то неправильно, и сделает так, как я сказала, вообще, честно, не знаю, может быть, это страшно звучит, но меня абсолютно не трогают. Реально. Каждый человек отвечает только сам за себя, и не надо на меня перекладывать вообще никакую ответственность. Недавно какая-то была тема в блоге, когда мне писали, что сейчас все сделают так, как вы пишете, и, типа, вы будете виноваты. А, подожди, блин, нет, не помню. И тогда было прям какой-то большой, а, сейчас скажу, про балкон в Эмиратах. Про то, что срочно уберите стулья с балкона, иначе дети на них залезут и упадут. И я говорю, типа, ну, как бы, опять же, объясняем ртом, что так делать нельзя, траля-ля. Конечно же, дети там находятся всегда плюс-минус в нашей видимости. Ребенок один на балконе играет и так далее. Но невозможно создать мягкие стены вокруг себя на всю жизнь. Все равно однажды ты выпустишь ребенка, и ты не успеешь подбежать, когда ему будет 25 лет или 15, и вытащить этот стул. Все равно он пойдет в жизнь. И лучше рассказать ему о опасностях и возможных ситуациях, чем сначала создавать вот такой вот кокон, а потом просто начнется трэш. И вот тогда, да, тогда было много прям сообщений, типа, что вы такое говорите. Нельзя так говорить, что ребенку надо объяснять ртом и рассказывать о последствиях. Сейчас все так сделают, и, короче, это будет ваша вина. Я говорю, алё, камон, моей вины вообще не будет никогда ни в чем. Всем спасибо, до свидания. Ну, короче, вот тогда, да, было много. Но я реально, нет, не переживаю на этот счет. И действительно могу сказать, что большое спасибо Илье. Он мне очень помог в этом тогда. Спасибо за вашу смелость, благодаря которой вы у нас есть. Спасибо большое. Спасибо вам. Пожалуйста, еще вопросы. Продолжаем. Прошу. Люба, привет. Спасибо, во-первых, тебе очень большое, огромное. Я сама сейчас положить, я сама сейчас реветчу. Я просто, когда узнала, мне было очень страшно. Я не знала, что, куда, кого. Когда вышла твоя книга, я прочитала ее за неделю. Я поняла того, что бояться нечего. Все нормально. Спасибо тебе огромное. И чуть-чуть не по теме. Каково тебе было, когда твой блог, это были не просто мысли, когда, ну, ты выкладывала, и все, это были твои мысли. Фото еды сначала были. А когда пошло уже, вот, как реклама, когда ты поняла о том, что ты начала с него зарабатывать, какие ощущения были от этого? Знаете, вот фишка в том, что так как все идет очень плавно по нарастающей, ты там резко не переходишь, типа, с обычного блога в просто какие-то нереальные возможности. Я помню какую-то первую рекламу, вот, которая там принесла мне тысячу рублей. И это вот тогда, это было просто что-то невероятное. Я открыла этот конверт, мы гуляли с Ксюшей на детской площадке. У нас тогда были очень сложные времена финансовые с Мишкой. Прям очень сильно сложные. И вот это тысяча, это просто, я думаю, блин, в смысле я своим никчебным, никому не нужным блогом? А тогда это было время, когда очень многие люди вокруг, ну, типа, вот это вот подшучивали, говорили, господи, ты все пишешь, господи, ты все фоткаешь, вот там оператор подъехал. Да-да-да-да-да, вот эти все стебы. И, естественно, ну, я вообще тогда там только родилась Ксюша, я была абсолютно другая. И, то есть, я такая ощущала, кому нужен мой блог, я такая идиотка, вечно фоткаю, вечно что-то пишу, и такая я придурочная. И когда я достала эту тысячу рублей, подумала, господи, как меня вообще вот так вот можно, кто-то мне что-то там оценил, вот эту мою фигню, это было очень крутое ощущение, да. А потом как-то все потихоньку пошло-поехало. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Спасибо вам за вопрос, продолжаем. Прошу. Люба, привет. Привет. На самом деле у меня вопроса нет, но я из тех людей, которые без детей, прочитала эту книжку. И, наверное, самое главное из этой книжки, что я забрала о себе, это забота о своем маленьком ребенке внутри себя. Я сейчас опять заплачу, я успела подойти чуть пораньше, увидеть твою маму, боже, она такая волшебная. Вы знаете, как переживает Москва, что мама туда не приедет? Просто мне вчера заколебали с общениями. Люба, пусть мама приедет в Москву, пусть мама приедет в Москву. А мама улетает как раз 29-го, и я не знаю теперь, что делать. Я хотела сказать еще раз огромное спасибо. Мам, наверное, тут больше, но я как, наверное, можно так сказать, мама своего маленького ребенка внутри. Это невероятно огромное спасибо для меня сейчас. Я сейчас опять заплачу, так хочется вас обнять. Блин, иди сюда обниматься. Мне на самом деле так радостно, что люди увидели в этой книге историю про маму своего маленького ребенка. Спасибо, ты настоящая. Реально, для меня это очень ценно, что вы заметили в этой книге действительно про любовь к себе. И ты мой Хороскин, и мои котята, ну иди ко мне, пожалуйста. Ты мой любимый, скромняш. Это очень круто. Ну, опять же, это говорит о вас. Все это зеркалит только о вас самих. Если вы это заметили, значит, вы были способны это заметить. Это очень круто. Спасибо. Мои хорошие. Спасибо вам большое. Кто еще хочет задать вопрос? Пожалуйста. Люба, здравствуй. Хочу сказать спасибо. Ну, я вообще не наблюдал за твоим блогом, никогда ничего не смотрел, не видел. У меня жена, ну, твоя поклонница, постоянно смотрит, все мне рассказывает. Даша, Ксюша, Люба, все, всегда я знаю об этом. Да, 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 да. Вот. И потом она купила книгу. И такая говорит, почитай. Я думаю, ну, почитаю. Ну, что-то там она пошла в душ. Я думаю, ну, посижу, почитаю. Что это вообще такое? И что-то читал, читал. Она уже вернулась, уже легла спать. Я все читал, 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 не дочитал, пошел на дежурство, взял ее с собой, на дежурство прочитал, пришел домой с утра другим человеком. Блин, да ты че, какой ты красавчик. И причем отношение изменилось у меня не только к жене. У меня маленький сын у нас. Два года ему тоже. И я как-то вот пришел и по-другому начал смотреть. И на нее, и на него. Не то, чтобы я раньше там был такой, все, ничего не разрешаю. Но я тоже как бы нашел много общего в этой книге. Со своими взглядами и с твоими. И очень тебя поддерживаю. И спасибо тебе большое. Блин, спасибо тебе огромное. Вопрос? Еще такой вопрос. Ну, вот я сегодня говорил с человеком пожилым. И зашла речь, мол, вот там мальчик что-то делал там с пилой. Взял пилу, начал играть. Ну, пилу, действительно, ножовку нормальную обычную. Ну, и порезался. Ну, все, бывает, дети. Но она ему говорит, вот там, ты мальчик, не плачь. Что ты плачешь, ты мальчик? Ты как к этому относишься? Я очень плохо к этому отношусь. Я считаю, что плакать должны все, и мальчики, если они хотят плакать. И вот эти вот, опять же, шаблоны, типа, мужики не плачут, не плачь, как девка. Когда ты маленький, и тебе это все закупоривает, проявления твоих, ну, это же обычные истинные чувства. Маленький ребенок хочет плакать. Почему он не может плакать, потому что он, блин, мальчик? Так ему хочется плакать. Какая проблема вообще? И когда мы вот это затыкаем в маленьком человеке, это все растет и вырастает в то, что я не имею права проявлять свои истинные чувства. Я никакие вообще, там уже не только про плакать, вообще ничего. Я боюсь, у ребенка же нет там градации, плакать это там одно, а улыбаться это другое, любить кого-то, это третье. Это я, я такой, какой есть, и я не могу быть таким, какой я есть, потому что за это меня сейчас скажут, что я там какой-то плохой, и так делать нельзя. И вот это вырастает в людей абсолютно безэмоциональных, зажатых, которые не любят себя, которые боятся себя проявлять, которые вообще себя никак не уважают, считают, что я это вообще самое последнее. Это очень-очень страшно. Все могут плакать, всех надо любить, и мальчиков, и девочек обнимать. И вот есть здесь прекрасная мама моего мужа, которая постоянно говорит, вот она, Елена Михайловна, которая постоянно говорит, я своих мальчиков в 14 лет на коленочке сажала, обнимала, целовала. Ну, блин, так вырастают дети, наполненные любовью, так вырастают дети, способные любить, которые понимают, что любовь это круто, что любви не бывает много. А мальчики, которых тюкали, говорят, ты мальчик, да-да-да-да. И он такой, типа, вообще, а что делать там, что, кого-то любить? Женщина это кто? Женщина та, которая меня тюкала и говорила, что я вообще никакой ничего не могу. Ну, короче, это такая очень долгая история, но, конечно же, я считаю, что плакать могут все. В следующий день после того, как прочитал книгу, мы пошли гулять, и Санька лежал на бордюре, и мы рассматривали муравья полчаса, а пол Новгорода в это время прошло, и мы у нас такие, типа, что он тут делает? Очень понимаю. Мне, кстати, очень часто вот после книги, ну и вообще, в целом, люди, которые подписаны на меня, отмечают меня на сторис, где там дети лежат, там, в луже, или вообще какие-нибудь трошнички, и там, типа, спасибо, love your note, у меня все ок. Очень часто я такие картины смотрю, там, как дома, что-то там сушки разбросанные, вот эти вот дети в лужах, вообще нормально. Блин, да это круто, чего, вот классно же, муравья посмотрели. Так, да, конечно. Я тоже так считаю. Люба, слушай, я всю жизнь слушала от родителей, вообще от общества, как сложно расти детей, какая-то лютая ответственность, как это страшно, и даже когда я вышла замуж, мне было не решиться. А потом, 4 года назад, что за плачь? 4 года назад я на тебя подписалась, и я тебе, наверное, уже раз об этом писала в директе, что благодаря тебе и твоему блогу теперь у меня есть сын. Блин, ну как же, благодаря мне, благодаря тебе. Друзья, у нас сегодня самая трогательная встреча в Доме книги. Вот обычно мы общаемся, ну вот о чем-то таком. Таких не было, да, еще? Такое первый раз. Первый раз, но это же все по-настоящему. Ребят, сегодня годовщина свадьбы, они приехали из Новгорода на презентацию, представляете, капец, ребят. Поздравляю вас. Спасибо вам большое. Да, сейчас еще вопросы. Да, вот передайте, пожалуйста, а потом сюда. Любонька, здравствуйте. Здравствуйте. Да, мое знакомство с вами произошло, скажем, случилось не с вашей книги, не с ваших вебинаров. Оно было совершенно удивительное. Вот, оно началось с того, что однажды вы согласились в одну секунду приехать и подписать книгу. И... А-а-а! Люба, Люба. Вот, и я, когда приехал сын, и он говорит, что, ну да, я встретился, и совершенно в одну секунду просто в директ... Короче, началось с наглости моего взрослого сына, да. Вот, и то, что это было в одну секунду, я, знаете, я до утра такая думаю, думаю, ну как так? С таким временем, которого у вас и так не хватает, вот, и вы в одну секунду встретились, согласились, и это было потрясающе. То есть, Люб, я вам хочу сказать огромное спасибо, то есть, получается, я мама Машиного мужа. Да, я поняла. Да, поэтому огромное вам спасибо, что мое знакомство началось с вами именно вот то, что вы такая есть. Потрясающе просто, Люб, вы космос. Вот, знаете, вот именно, вот, ваши личностные качества, вот, это просто самое главное. Спасибо большое, поэтому я теперь уверена, что книга потрясающая, Маша дочитывает, и я на очереди. Люба, вы космос, я вас уважаю. Спасибо вам огромное, это вы космос. Маша тоже здесь, она где-то там затерялась еще. Маша. Вон она машет. Спасибо, Любонька. Спасибо вам. На самом деле, это вы космос, потому что вы воспитали мужчину, который не поленился, не застремался, да, написать какому-то блогеру Любе, и просто приехал и сделал такой классный... Все знают эту историю? Да. Спасибо, Люба. Спасибо вам. Это было очень круто. Это, кстати, был такой реальный день, суматошный. Я договорилась с ним встретиться что-то в одном месте, потом я ехала домой. Миша на меня ругался, что время 5 часов, а я еще не обедала. И, короче, я еду, и мне звонят из-за партов, что там холодно, и сломался обогреватель. Я возвращаюсь за обогревателем. Беру этот обогреватель и еду в сторону Петровича, чтобы купить новый. И он мне звонит, говорит, Люба, мы с вами договорились встретиться около дома. Я типа тут, я говорю, блин, а я еду в Петрович, благо он там рядом. Я говорю, пожалуйста, подъедьте к Петровичу. Он говорит, все, и мы такие на парковке. Петровича, здравствуйте, где книга? Это было очень круто. Нет, это на самом деле говорит о том, что так можно было. Все возможно, просто нужно встать, поднять, и это все элементарно. Но вы реально, космос, это вы, потому что вы воспитали очень крутого парня. Маша, у тебя очень крутой муж, ты очень крутая. Спасибо вам большое. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер. Нам просто нужно уходить, поэтому мы бы хотели тоже обняться. Идите скорее обниматься. Все уже в ожидании, когда же мы будем подписывать книги. Сейчас, сейчас, еще парочка. А, понятно. Совсем скоро. Вы очень крутая. А мама? Спасибо. Можно подписать? Боже мой. Да, все хотят. Дорогие друзья, я думаю, что... Вот на такой трогательной ноте... Можно микрофончик? Сейчас хочу подытожить. Сейчас подпишем первую книгу, да, и приступим к автограф-сессии. Единственное, что хочу сказать, большая просьба у меня ко всем собравшимся выстраиваться вот с этой стороны, подходить к столику и не забывать направляться на кассу. Да, еще вопрос. Да, последний вопрос. И все, сейчас. Секунду, секунду, подождите, пожалуйста. Оставайтесь на местах. Спасибо. Спасибо вам большое. Вот хочется последнее сказать, подытожить нашу встречу так. Да, секунду, послушайте, пожалуйста, внимательно. Оказывается, столько подписчиков, и они все живые. И сегодня все собрались здесь. И это так здорово. И мысль такая родилась. Любовь воспитывает счастливых людей. Дорогие друзья, любовь с Рудо в доме книги. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ